всем привет с вами танкист и сегодня мы по просьбе некоторых моих зрителей поговорим о скольжении как его учитывать какое оно бывает какие минусы у скольжения и как и в каких случаях можно данные минусы использовать себе в плюс для определения наличия скольжения в самолете имеется специальный прибор который называется указатель поворота и скольжения давайте посмотрим как он выглядит по своей сути это прибор комбинированный прибор который состоит из электрического указателя поворота и механического указателя скольжения указатель поворота и такая Такая стрелка связана с электрическим гироскопом, который отклоняется в сторону в случае, если самолет поворачивает. Здесь нужно понимать, что именно поворачивает, а не просто находится в крене. Потому что можно иметь поворот без крена, крен без поворота и так далее. А вот указатель скольжения это слегка изогнутая стеклянная трубка, внутри которой и есть этот шарик, про который иногда идет разговор. Предлагаю рассмотреть работу данного прибора на практике. На первом примере наш самолет совершает разворот в левую сторону в горизонте. При этом указатель поворота отклонен влево, а крен остается нулевым. Это говорит о том, что стрелка показывает именно поворот. Теперь наоборот дадим правый крен и левой педалью сбалансируем самолет так, чтобы он не совершал разворот в правую сторону, а сохранял свое направление полета. При этом стрелка указателя поворота в секции в нулевом положении, что еще раз подтверждает тот факт, что стрелка указывает именно направление разворота, а не крена. Теперь предлагаю разобраться с видами скольжения, какие они бывают, почему скольжение это плохо и как скольжение можно использовать себе в плюс. На записи полета мы видим летящий Ла-5, который выполняет скольжение. Давайте поставим запись на паузу и разберемся с теми силами и явлениями, которые в этот момент с ним происходят. Мы видим самолет, направление полета, которое, судя по пилотажам ДМАМ, указано в направлении красной стрелки. Нос самолета направлен в направлении второй красной стрелки и в данном случае углом скольжения как раз и будет разница между направлением полета самолета или набегающим потоком воздуха и направлением носа самолета. Теперь разберемся с воздушным потоком, который будет обдувать наш самолет. Обратите внимание, что из-за скольжения корневая часть левого крыла, то есть в области штрихована красными линиями, будет затенена корпусом самолета, то есть она не будет обдуваться. Именно по этой причине при нажатии той или иной педали мы наблюдаем, что самолет начинает крениться, то есть на одном из крыльев подъемная сила падает, на втором крыле эта подъемная сила остается неизменной и соответственно разница подъемных сил и дает нам крем. Кстати, это одно из первых таких явлений, которые можно использовать себе в плюс. На тех самолетах, на которых скорость ролла невелика, именно по этой причине нужно помогать педалькой, то есть если вам надо накрениться влево, вы даете левую педальку, левое крыло затеняется корпусом и самолет более резко делает крен в левую сторону. Теперь перейдем к рассмотрению видов скольжения и как их можно применять. Сейчас совершаем правый вираж, скольжение компенсируем поддачей правой ноги, то есть шарик находится в центре. У нас самолеты направлены по направлению виража, по направлению полета, то есть направление пилотажа дымов и носа совпадает. Затем даем сильно левую педаль практически до упора. Мы видим, что пошло скольжение внутреннее правым боком, начинаем скользить. Наше левое крыло начинает затеняться и постепенно-постепенно скорость нашего разворота снижается. Теперь посмотрим, что будет исследовать правую педаль. Даем правую педаль, нос опять поворачивается вправо относительно движения полета. Скорость разворота вроде бы как увеличивается, судя по стрелке, но при этом здесь, конечно, не видно. Падает скорость полета и начинает падать высота. Выравниваем самолет по скольжению и завершаем наш вираж. Рассмотрим далее, как применить данные свойства скольжения и можно ли их вообще применить. Посмотрим ситуацию, что, допустим, что мы возвращаемся с боевого задания. Прилетели к своему аэродрому, но понимаем, что скорость нашего полета велика. Высота тоже велика, аэродром рядом. Возможно, мы пробиты, возможно, нам нужно быстро сесть, пока полоса свободна. Как это сделать? Если мы просто спикируем, то будет высокая скорость. Если пикировать медленно, то мы просто прилетим мимо. Делается это просто. Даем левую педаль, выполняя внутреннее скольжение и сильный правый крен. То есть крен в ту сторону, куда нам нужно развернуться. И совершаем разворот в сторону аэродрома на курс посадки. Достигнув заданных высоты полета на глиссаде и заданной скорости полета, можно выпускать механизацию, выпускать шасси и, соответственно, строить заход на посадку. Ну, здесь, на этом заходе я сажать самолет не буду, потому что мы хотим рассмотреть следующий вариант захода на посадку при большой высоте и скорости. Поэтому просто уходим на второй круг. Пока мы будем идти на второй круг, я хочу рассказать вам, откуда вообще наберется это скольжение. В процессе полета на летательный аппарат действует очень много сил. Сила тяги, силы сопротивления воздуха, инерции винта, набегающего потока от винта, который, вихревой поток, разным образом воздействует на крыло, на хвостовое оперение и так далее. Помимо этого, есть такая, так называемая, сила индуктивного аэродинамического сопротивления. Возникает она из-за перетекания воздуха в районе законцового крыла. Из-под нижней части крыла, наверх, в нижней части крыла, мы все знаем, да, снизу крыла давление выше, сверху давление ниже. За счет этого и возникает подъемная сила. В середине крыла воздух течет от передней кромки к задней. Ближе к законцовкам картина обтекания меняется. Воздух, стремясь из зоны повышенного давления в зону пониженного давления, перетекает из-под нижней поверхности крыла наверх, через законцовки. Поток при этом закручивается. За концами крыла образуются два вихря. Их часто называют спутными струями. Наблюдать их можно при резком сделанном вираже. Схематично это можно показать следующим образом. Мы совершаем правый вираж за счет того, что на левом крыле при работе элеронами возникает большая подъемная сила, а на правом крыле – меньшая. За счет увеличения подъемной силы на левом крыле на него действует большая сила индуктивного аэродинамического сопротивления. То есть крыло начинает как бы тормозить. И из-за этого наш нос немного поворачивается. Возникает внутреннее скольжение. Тем временем мы подошли к нашему заходу, к нашей глиссаде. Неважно по какой причине, но мы пропустили момент снижения. Делаем его не своевременно. И понимаем, что спикировав к полосе данного положения, мы разовьем очень высокую скорость, неприемлемую для посадки. Чтобы этого избежать, мы убираем обороты, задаем правую педаль ручкой управления самолетом, парируем потребность самолета развернуться и скольжением спускаемся вниз. Мы при этом теряем высоту, но скорость не набираем. А при желании, при сильном скольжении, даже ее теряем. Подойдя уже к приемлемой высоте планирования и скорости планирования, выравниваем самолет, ставим правую управление в нормальное состояние и тихонечко совершаем посадку. Таким образом мы погасили излишнюю скорость, убрали и снизили излишнюю высоту. И избежали необходимости совершать уход на второй круг. Следующим применением скольжения будет посадка при сильном боковом ветре. Ветер дует с юга, сажать мы будем самолет с запада на восток. То есть ветер будет дуть нам справа под 90 градусов. Сила ветра 12 метров в секунду. Итак, мы появляемся в воздухе в районе аэродрома. Помним, что курс нашей посадки равен 90 градусов. Вот на эту полосу. Спускаемся спокойно, не торопясь. Гасим скорость при достижении оптимальной нормальной скорости. Начинаем выпускать механизацию шасси. Сгасим в данном случае скорость, как вы видите, внутренним скольжением. То есть применяем первый способ для того, чтобы показать третий. Так вот, ну немного я проскочил. Это бывает. Выхожу на посадочный курс. Значит, в чем смысл данного способа. А смысл в том, что при движении с сильным боковым ветром наш самолет дико сносит. Для того, чтобы бороться с боковым ветром, необходимо установить курс посадки. Затем сдать крен противоположный ветру. И парируя стремление самолета развернуться в сторону крена. То есть противоположной педалью мы сохраняем курс посадки. При этом находимся на курсе посадки. При этом нас никуда не сносит с полосы. Сейчас можно наблюдать, что мы идем с небольшим креном для сопротивления сносу от ветра. И перед самым выравниванием необходимо этот крен погасить. Педальками выровнять самолет в параллельной полосе. И далее совершить посадку так, как обычно. Итак, в качестве подытоживания нашего разбора со скольжением, можно сказать, что скольжение гасит скорость, снижает высоту. Но, зная, как все устроено и как это работает, данные моменты можно использовать себе в плюс. То есть гасить излишнюю скорость, находясь на глиссаде. Снижать излишнюю высоту, находясь на глиссаде. И использовать скольжение для сопротивления сносу при посадке, при сильном боковом ветре. Надеюсь, тому, кому было интересно, я помог. Хотя бы немного разобраться, что такое скольжение. Это далеко не все. При скольжении необходимо учитывать при ведении огня. Скольжение можно использовать при работе по неподвижным или подвижным. наземным целям. А также скольжение необходимо обязательно учитывать при бомбобитании и спикировании. Но данные вопросы, я думаю, если будут кому-то интересны и необходимы, мы рассмотрим уже в следующем видео. Если и так все понятно, то, я думаю, не надо тратить ни свое, ни ваше время. Всем спасибо, кто смотрел. Если кому-то помог, то очень рад. Я думаю, кому не интересно, он до этого момента даже не досмотрел. Но всем спасибо за просмотр. Всем пока.